всем привет всем привет сегодня понедельник и мы начнем с вами снимать новый влог на выходных я не снимала совсем и потому что у меня было слишком много каких-то дел и я решила передохнуть от съемок субботу мы ездили на хату к родителям сажать клубники клубнику вчера были заняты весь день своими растениями и еще свекра меня загрузила работы в том плане что дал мне строчковый фасоль дал мне укроп все это надо было почистить помыть почистить и положить в морозилку а еще мне дали огурцы ну как я собирала там них огурцы пять с половиной килограмм огурцов меня ожидают на кухне буду консервировано закрутки делать а сейчас мы с утра сможем уже наполнили сушилки нашим растением женщин им индийским три сушилки наполнили и сейчас будем чем заниматься мы будем стричь наше растение якорцы стелящиеся она тут пока еще раз а на нем и мокрая не очень приятно стричь но там где уже солнышко подсушила вот здесь я уже сейчас начну сегодня планов конечно очень много надо всего много чего успеть потому что завтра я иду на массаж я буду кайфовать завтра на полтора часовой массаж и потом мне нужно будет идти к зубному на проверить мой имплантант месяц прошел как мне в вентилии как установили новый имплантант нас будет контроль пойду на контроль но зато я очень жду пятницу и субботу почему потому что в нашем городе пятницу и в субботу будет проводиться такое мероприятие под названием город людям люди городу мы с вами уже были позапрошлом году прошлом по моему по моему не успели как-то а позапрошлом году мы с вами были на этом мероприятии с аделкой а я очень надеюсь что в этом году мы тоже успеем пока не ввели строгий карантин пока не ввели ношение масок поговаривают о том что с 1 сентября начнут водить обязательное ношение масок вообще но в транспорте закрытых помещениях магазинах так далее но пока пока они еще не введены надо воспользоваться моментом и погулять походить везде где тут возможно но у нас очень много работы на этой неделе будет и на следующий тоже так что посмотрим как получится куда сможем вы вылезть вот все я пошла работать буду вас ждать в курсы событий будем снимать с вами интересные моменты пока так я нахожусь сейчас в садике а дал попасть это у них вот такая вот ну перед балка радость синяча садись переодевайся здесь здесь у него деда там вот в этой цветной рамке это меню на неделю в основном всегда меню на неделю подпишется заранее по дням завтрак значит вот тебя опять все пишется и после сна что они будут кушать посол короче полночек их не ты кушал что-то сегодня сладкий обед был на осупил этот брокколи целый судьбу с брокколи а суп срок или был а потом были сладкие как бы пирожки ну пироги такие маленькие с начинкой да и сладким соусом таким дали чехии бывает иногда что обед сладкий у нас там мясо это а это них один раз в неделю бывает это и в не только в детских столовых но и на заводах фабриках столовых ресторан обед сладкий просто такие пирожки как бы наполнены повидлом и фруктами соусом все мы побежали одолго уже бежать вперед и так смотрите как у меня дела продвигаются я вообще сегодня как не знаю заводной кролик у меня 14 банок огурцов я потом вечером буду наливать рассол и стерилизовать сейчас я заняты тем что подготавливаюсь делать картофельные кнедлики потому что у меня в духовке кролик уже почти готов сейчас кнедлики сделаю и оделка осталась у свекр со свекрови мы сегодня туда сейчас пошли там рядышком магазин я забежала оделка там осталось впервые за долгое время вот к шести часам нам нужно к парикмахерскую с оделкой поэтому я должна успеть до шести приготовить кнедлики а потом когда мы придем с одолго то мы аналку туда к парикмахерской привезет приведет бабушка и все мы с одолкой там подстрижемся приведемся в порядок и конечно же придя домой сразу поужинаем я до конца уже закончу эту огуречную эпопею все заканчивается сезон огурцов этого и последние баночки в общей сложности с двумя банками с прошлого сезона я не 50 50 банок 48 сделала в этом году и 2 еще остались с позапрошлого потому что один раз в два года свекор сажает огурцы на такие да маленькие огурчики с пупырышками один раз два года на посмотрим следующий год как он будет сажать или не будет потому что не уродились в принципе не уродились мало огурцов в этом году посмотрим короче меня 50 банок вот этих больших мне более чем достаточно сдана у нас план выполняет по огурцам аделка в основном мы так не очень ну кушаем но не больше всего аделка у нас перевыполняет план все пошла готовить и потом покажусь вам во всей красе после парикмахерской только что положила телефон в смысле сняла кусочек для вас положил телефон звонит мне парикмахер и говорит вы можете выходить уже помаленье потихонечку из дома я тут раньше освободилась вместо 6 часов можете прийти уже сейчас было начало это но без пяти пять я не успеваю метод к нетли кролик духовке я не успеваю просто я аделка не дома я бы ну если хотите давайте оставим на завтра или на какой-то другой день она ну обрадовалась что я и как бы на встречу до что как бы на встречу ей согласилась перенести не настаивал на своем вот и да мы с короче завтра пойдем стричься в начале 4 на завтра меня такой загруженный после обеденный то с обеденное время дня там мне нужно на массаж зубного а потом сразу просто взять аделку садика и бежать туда парикмахеру парикмахерше правильно а я тут пока думаю ну что теперь аделка там оставлять еще лишний час у бабушки с дедушкой можно было бы конечно отдохнуть часик но я позвонил сказал что отменяется парикмахер что пускай уже аделку приведут домой если у них нет ужина готового допустим то деда может прийти на кролика свекровь не ест кролика вообще она готовит кролика там выращивает содержит кроликов но свекровь не ест кролика она ему просто готовит этого кролика и дед сам кушает своего кролика а я говорю ну так давайте пускай приходят поужинать с нами меня его приготовлено много в этот раз вообще что-то я слишком много кролика разморозил вообще обрадовалась что так классно что ей нужно ужин быстро быстро готовить что-то там придумывать на ужин для деда так что дед придет с аделкой приведет ее мы все вместе поужинаем потом я займусь огурцами доделаю это все а еще нам нужно сушилки наполнить очередной партией женщиня и оставить на ночь сушилки и все а потом я свободно что там остается потом я очень свободно это значит часов в девять я свободно так скажем но я там позанимаюсь вязанием чуть-чуть повяжу адалки на платье все никак не перри не закончу вот это убавление петель чтобы перейти на тело до натушку это платье посмотрим посмотрим если сегодня уже перейду надеюсь часть хотят повязать может быть и книжку успею почитать если аделка будет уставший и уснет пораньше все вот так вот наверное на сегодня уже мы не будем с вами включаться включимся уже завтра вам по городу чуть прогуляемся но я с меня время будет я на велике поеду так что если получится я с вами прогуляюсь по городу маленько так сниму в городе народа побольше это нас тут такой район через частные дома ну кто будут на улице только люди которые живут в этих домах а чего не будут шляться на улице ходить если они в домах сидят у себя в саду то есть понятное дело что на улицах они не будут стоять здесь нет такого чтобы собираться на улице садится на лавочке есть такого нет лавочек нет вообще не принято каждый сидит саду своего дома с гостями или сами там в тишине и спокойствии как говорится а вот уже когда едешь город там центральных улицах где молодежь и где сейчас правда все еще в отпусках но потом поедут обратно приедут все и студенты пойдут в университет школьники в школы и уже будет более активно более оживленно на центральных улицах города а тем более в пятницу субботу вот этот фестиваль как будет мероприятие да которым я уже говорила вот там будет много-много людей и мы с вами пойдем себя показать на других посмотреть все до завтра пока так кролик медлики байкон грибочки все как положено мы идем ужинать однако тоже со свекром уже только что лишь что приехали все нам приятного аппетита так всем привет сегодня вторник 25 августа я сейчас в городе еду поликлинику поликлинику их это поликлиника южная сейчас еду туда чтобы из контроль сконтролировали имплантант вот я на велике здесь находится южно-чешский южно-чешский театр там центр города значит да уже вы видите река волтава это здание с этой башенкой это суд и тюрьма тут тоже суд по моему это здесь тюрьма вот это с этими башнями городская тюрьма все поехали на массаже было супер сейчас 15 минут я была на массаже так что было просто великолепно я как новенькая все поехали так смотри здесь по все месяц как почти месяц всех медицинских учреждениях также в аптеках нужно носить маски ну я не знаю даже как снять короче у меня такая обычная маска варяется сумке я сразу положила потому что решил что чтобы чем не забыть едем на седьмой этаж к зубному видите все пошли мы поликлиника седьмой этаж нам нужен кабинет 708 пусто никого нет так получилось что полчаса жила когда меня сконтролирует свой суд потому что какая-то пациентка которые спрашивала вытрашивал создавала много вопросов доктору слишком много полчаса она пришла вовремя прям минуту в минуту я уже не успеваю мне нужно быстренько домой оставить велосипед взять аделку и бежать в парикмахерство у меня уже как это время поживает так мы с аделкой уже с аделкой где аделка аделки подстригли только лишь только лишь я уже забыл как-то челку маленькую чтобы она видела а мне постригли длину чуть-чуть маленько так освежить так скажем тут у нас пакете двухлитровая бутылка молодого вина молодое вино она слабая в первый день на при сегодня такой сладкий сок так скажем молодой вино например сказал что тоже аделки можете дать сегодня завтра уже нет на сегодня еще можете дать аделки это как бы очень сладкий сладкий сок потом уже будем только мы пить этот это по-честки называется бурчак начался сезон бурчака сезон молодого вино для носки что сегодня целый день мы идем с аделкой домой потому что нам нужно нам нужно кое-что там работать как какую работу сделать с нашими растениями покушать надо потому с отвечником а то уже сама знает называют наши растения ну по-чешски да вот вечером я уже надеюсь здесь связанием вчера никак не получилось позавчера тоже не получилось вообще от слова совсем ни одной петельки не провязала но сегодня надеюсь это исправить что по задам показывать не закрыл высокая территория из ресторан как скажем господа то есть это не ресторан высшего класса как вот совсем такой а это ресторан где в основном люди приходят на обеденное время а также сейчас там люди сидят родители детей которых они привезли в спортивной спортивной тренировки вот здесь проводятся тренировки разные спортивные местные как сказать местный спортзал и здесь футбольное поле я как-то показывал когда мы с в том прошлом влоге когда мы с отдыха шли садика что там за забором спортивный комплекс небольшой и вот он здесь есть дети мальчики футболисты после тренировки наверное молодежь ремонтируют это называется локотка локомотив локомотив муж всю свою жизнь всю свою молодость играл с друзьями то футбол то еще какие-то виды спорта с мечом так что такие дела поболтали мы с вами чуть-чуть я после массажа как обновленный человек а сейчас еще же после парикмахера вот так вообще как сказал парикмахерша что реконструйте реконструкция произошла массаж волосы однако тоже нас там рада что я хотела снять для вас город чуть-чуть но я не успевала потому что там вот эта пациентка у доктора слишком не задержала на целых полчаса а я не рассчитывала обычно всегда здесь . минуту в минуту пришел записан это не пришел ждать если ты пришел на именно по записи на полтретье все точно минуту в минуту а это она так из этого доктора задержала меня поэтому я надеюсь над надеялась на то что как всегда будет тут все работать минуту в минуту я вот все так четко на планировала себе что каждый 15-20 минут у меня был какой-то определенный промежуток только 15-20 минут ничего главное что мы все равно хоть и впритык но все успели сделать я очень холодно я сегодня еще не обедала потому что не хотела обедать перед массажем сейчас вот сколько уже в полпятого почти 4 20 времени я очень голодна пойду я своего кролика и к медлике буду кушать а потом буду баловаться чаем и шоколадом тот день мы с мужем были в магазине купили отличные такие плитки шоколада но мы всегда закупаемся в большом количестве плитками горького шоколада с разными орешками с апельсином и так далее активное движение чуть слишком пересчур все свяжемся с вами как только я буду иметь что-то связанное и если что-то будет происходить интересненького а так посмотрим как будет жизнь складываться да да у ладолки сладкая у ладолки сладкая жизнь сахарная вата есть и все больше ничего для счастья не нужно всем довольна все ладно пошла всем доброго вечера я еду на велике свое тут последнее время разъездилась на велике я еду задал потому что она пошла с мужем на волейбол на пляж на волейбол по вторникам у мужа бывает но хорошая погода летом уже вечер пол восьмого решила вам показать дорогу на которой ездим значит здесь вы видите железнодорожные пути вагоны битком набитые лесом выводится все это куда-то по направлению так на дорогах машины ездят люди возвращаются кто с работы кто откуда красиво такое небо а мне ехать и ехать минут так ну вот так вот активно минут с наверно 10 без остановок есть ну может 15 без гаражи кустики какие-то круглые какие-то полоты декоративные так что вот так вот я думаю что на сегодняшний влог мы уже набрали материал и можно уже опубликовать будет сегодня вечером вечером здесь чуть подъем люди вон бегом занимаются обычно по этой дороге да часто люди есть бегают по вечерам здесь свободно кто-то просто пешочком разминает ноги нагуливает сон а я сейчас проведусь на велике такой сон такой аппетит нагуляю нагуляю на езжу значит имплантант у меня живет хорошо во рту я доктору говорю что зуб себя ведет хорошо жует так тебе давайте вылечим пойдем вот по этой дороге дороге или по асфальтной прямо давайте я вам покажу все таки другую дорогу вот сюда поедем здесь люди бегают в основном на великах есть на великах есть а там уже параллельно какая собака большая они любят больших собак они не внушают уверяю вот здесь раньше мы с мужем иногда прогуливались и бегали в смысле собачки собачки у нас все хорошо ведет они воспитанные тут да собачки здесь воспитаны и тем не менее я всегда больших собак чуть-чуть напасаюсь как бы ну я вообще в латоре лучше больше кошек люблю чем собак собак как бы в порядке вообще спокойно вообще не хочу иметь собак завозить нет есть у нас кот и нам этого более чем достаточно один несчастный гуляка а так чтобы собаки чтобы с ними ходить выгуливаться как-то не в кайф выгуливаться главное выгуливать их и выгуливаться саму по утрам особенно рано утром нет это не мое вот смотрите какие царосли тут вообще нет конечно здесь безопасно даже вечером побольше тоже нормально это все нет здесь некому трогать вот так вот там на той стороне идет параллельно значит дорога давайте я потом покажу когда уже подъеду хорошо и покажу где они там играют свой пляжный волейбол так я приехала минут пять прошло с того момента как я выключила камеру ну а здесь такие домики красавчики футбольное поле люди играют не они да играют там футбол кто-то если против солнца видите а вон там вдалеке вы видите ребят это муж с его друзьями играет в волейбол вляжный Аделька непонятно где да играются там Адельку тоже уже видим видим вижу я уже по-чешски разговариваю там вон господа с правой стороны такое серое здание вон с левой стороны в углу так что там уже кто-то кричит то есть Дан и его друзья они приходят сюда играть у кого есть дети они уже все люди за сорок с детьми приходят что смотрят на меня ладно я камеру выключу на этом закончим с вами не будем их смущать своим своей камерой все всем до встречи пока пока я